Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Дьяконова Варвара Евгеньевна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Российской академии наук профессор Ран. Окончила биологический факультет МГУ в 1992 году. Кандидатскую диссертацию защитила в 1996-м, докторскую в 2011-м. Область научных интересов Варвары Дьякновой – нейроэтология, нейробиология, сравнительная физиология, клеточные механизмы поведения, нейротрансмитторы. Участвовала в ряде международных грантовых исследований, стажировалась в Вашингтонском университете в США и в университете Гöttingen в Германии. Варвара Дьякнова – член Международного нейроэтологического общества и Европейского общества нейронаук, член рядколлегии российского журнала когнитивной науки и ряда международных нейробиологических журналов. Автор 114 публикаций, из них одна монография и 61 статья в лицензируемых отечественных и международных журналах. Варвара Дьякнова в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Варвара Евгеньевна. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск программы продолжает некоторым образом наш цикл, посвященный эпигенетике. Но в данном случае эта тема тесно переплетается с другой, тоже очень популярной темой, именно с исследованиями когнитивных функций как таковых. И, готовясь к этой программе, в том числе и по материалу, предоставленному Варваре Евгеньевой, я узнала очень много нового для себя, по крайней мере. В частности, я узнала про то, что у нейронов высокая частота мутаций. Я этого не знала. Я узнала про повреждение ДНК при работе мозга и про то, что большая часть мутаций нейронов накапливается не тогда, когда эти клетки еще только формируются, но когда они уже взрослые, в их взрослой жизни, это тот самый постметодический мутагенез, о котором сегодня пойдет речь. И сегодня нас ждет очень много открытий. Пожалуйста, Варвара Евгеньевна. Да, спасибо. Но вы действительно замечательно перечислили основные открытия, которые произошли в последние 20 лет в нейробиологии. И мы действительно стали понимать несколько принципиальных моментов. Во-первых, что высокая пластичность нейронов, которая лежит, как вы правильно сказали, в основе когнитивных функций, опирается на пластичность их эпигенома. То есть мы узнали, что нейроны меняют экспрессию генов, делают это довольно часто, в зависимости от целого ряда условий. Это и внутреннее состояние организма, внешние условия, соответственно, обучение, память, формирование прогнозов. Второй момент, что за эту высокую пластичность нейроны расплачиваются очень большим числом ошибок ДНК, которые они накапливают во время уже своей взрослой жизни. И третий момент, что все это оказывается не безразлично, а даже критично для продолжительности жизни всего организма. Об этом мы тоже поговорим, хотя пока существует единичная работа на эту тему. И что интересно, вот все, о чем мы уже успели сказать, еще 20 лет назад было бы довольно неожиданно. Почему? Во-первых, потому что биологи всегда знали, что опасные для ДНК события – это, прежде всего, метоз. Деление клеток, репликация, публикация ДНК. Именно тогда накапливается большое число ошибок, и не случайно в делящихся клетках есть таломеры. Такие обратные счетчики мутаций, которые клетка накапливает. И мы знаем, что функция этих таломер заключается именно в том, чтобы клетка, которая прошла уже очень много делений, и, соответственно, копила достаточно большое количество мутаций, просто убрать из дальнейших процессов жизнедеятельности, потому что это может быть опасно и для нее самой, и для организма. Почему в нейронах могут накапливаться мутации? Это высокоспециализированные, дифференцированные, не делящиеся клетки. Это было удивительно. Второй момент, который казался странным, это то, что вообще нейроны будут как-то ворошить свой геном, будут что-то менять в организации генома. Почему? Потому что нам всегда казалось, и это действительно так, что нервная система заточена под высокоскоростные функции. Правильно? Мы знаем, что есть несколько теорий, которые пытаются предложить какие-то альтернативные механизмы, обеспечивающие вот такую высокую скорость, потому что даже электрических событий, их скорости, не хватает для того, чтобы объяснить те явления, которые мы видим. И вот это тоже казалось, что здесь есть какая-то нестыковка, потому что все, что связано с изменением экспрессии, это медленно. Все, что связано с генами, это слишком медленно для каких-то быстрых нейрональных функций. И нейробиологи действительно очень долгое время работали на этих верхних этажах нейронов, то есть с электрической активностью, с изменением каналов, с изменением цитоскелета и так далее. Но вот примерно 20 лет назад стало понятно, что, в общем, все это были несколько ошибочные представления, потому что действительно пластичность нейронов опирается на пластичность их генома. И вот уже к 2016 году было накоплено очень много экспериментальных данных, которые позволили уже их проанализировать. И я привожу здесь только один обзор 2016 года, в котором утверждается уже совершенно уверенно, что регуляция транскрипции генов служит связующим звеном между опытом и поведенческими изменениями. И здесь мы сталкиваемся и с деметилированием ДНК, и с регуляцией работы гестонов. Это белковые молекулы, которые принимают участие в организации структуры хроматина. На следующем слайде покажу немножко подробнее. И сначала в основном изучали участие эпигенетических процессов в механизмах обучения памяти. Ну, собственно, это те когнитивные функции, которые чаще всего и проще всего изучать. Но вот уже в 2021 году появилась работа, очень значимая, которая показала, что сама по себе когнитивная активация, а именно повышение предрасположенности к обучению, связана с изменением организации генома. И нашли, казалось бы, такую неспецифическую вещь, что вот мы можем видеть, что геном перестраивается таким образом, что просто хроматин переходит в более расслабленное состояние. Вот если мы посмотрим на эту картинку вверху, то вот здесь видно, что ДНК, она здесь изображена такой зеленой схематичной лентой, она упакована плотно. Вот эти серые круги, они изображают как раз те самые гистоны, гистоновые белки, которые отвечают за организацию хроматина. И, собственно, вот что было найдено, было найдено, что хроматин переходит в более открытое состояние. Чем характерны эти состояния? Да просто тем, что геном становится, переходит в состояние более рабочее. Более доступно для последующих действий. Совершенно верно, да. ДНК можно регулировать, можно считывать матричное РНК, экспрессировать гены и так далее. Что здесь было показано? Показали, что просто обогащенная среда вызывает такой эффект. А раньше было известно, что обогащенная среда, во-первых, активирует нейрогенез, по крайней мере у грызунов, сейчас с человеческим нейрогенезом мы все еще не уверены, есть ли у нас взрослый нейрогенез. Мы имеем в виду обогащенная сигналами. Да, обогащенными сигналами. Тем, на что нужно реагировать. На что нужно реагировать, да. Но, как правило, эта обогащенная среда, она стимулирует животных к более высокой двигательной активности. И были даже работы, которые показали, что часто вот эти эффекты обогащенной среды, они опосредуются через повышение активности животных. Я просто уточни, что не обогащенная питательными веществами, а в этом смысле. Да, просто там много новизны. Для животных. Таким образом, действительно, в начале XX века произошла такая существенная подвижка в понимании того, что когнитивная активация – это не только общее повышение возбуждения в мозге, но и это изменение состояния организации генома. Еще одним и таким печальным подтверждением вот этой скономерности может служить болезнь, которая редко встречается. Это генетическая болезнь. Она связана с мутацией в определенном гене, который как раз отвечает за степень конденсации хроматина. Это синдром Каблуки. Естественно, сделана мышиная модель этой болезни, сделаны мыши с такой мутацией, и показано, что эти животные отличаются когнитивным дефицитом, и кроме того, у них не идет нейрогенез. Он переконденсирован. Да, он переконденсирован. Вот этот нижний черный квадрат, он как раз и иллюстрирует вот эту ситуацию с отсутствием нейрогенеза в гиппокамбе. Вот у здоровых мышей контрольных здесь много зеленых светящихся клеток, это новые нейроны, а внизу мы их не видим. И показали, что на самом деле, по крайней мере, у животных можно компенсировать эту генетическую болезнь просто тем, что мы используем либо фармакологические факторы, которые приводят к такой неспецифической деконденсации хроматина. К расслаблению хроматина. И что самое интересное, было показано, что даже кетогенная диета, очень известная сейчас, она тоже приводит к такому же результату. И известно почему, потому что на самом деле она стимулирует выработку веществ, которые тоже являются такими деконденсаторами хроматина. И действительно мы видим, что мыши с этой же моделью с этой же генетической мутацией в таких условиях оказываются способны и к нейрогенезу, и к некоторому восстановлению когнитивных функций. Но что важно здесь понимать? Вообще есть такой хорошо известный в биологии компромисс, что за высокую пластичность геномов всегда приходится расплачиваться. Этот компромисс верен и для нервной системы. Почему он вообще существует? Потому что эпигенетические факторы определяют не только уровень экспрессии генов, но и степень защищенности генома. И связь здесь, как правило, обратна. То есть деметилирование ДНК, деконденсация хроматина, это одновременно и повышение экспрессии, повышение пластичности, но и снижение устойчивости к повреждающим факторам. А эти повреждающие факторы, это не обязательно только экзогенные факторы. Мы знаем, что радиация какие-то. У нас достаточно много внутренних факторов, которые могут приводить к мотогенезу. Это и мобильные элементы, которые будут встраиваться именно в те области, где ДНК открыто. Это и свободные радикалы, активные формы кислорода. И вот, к сожалению, оказалось, что в нейронах сразу несколько таких неблагоприятных факторов активны. То есть это, с одной стороны, высокая пластичность генома, который уже предрасполагает к большей уязвимости его. А с другой стороны, высокий метаболизм. Это было известно давно, что в нейронах интенсивный высокий метаболизм. И, как было показано относительно недавно, образование активных форм кислорода при высокой электрической активности нейронов. Безусловно, все это является предпосылками к тем открытиям, которые произошли позже. Можно считать 2013 год таким годом, значимым для изучения повреждения ДНК в нейронах. Интересно, что в этом году практически одновременно вышли две статьи. Одна чисто теоретическая, на русском языке, которая на основе биофизических принципов Брюллиана предсказывалась, что за получение новой информации мозг будет платить не только расходам энергии, но и утратой некоторой исходной информации. Эта статья была потом опубликована еще и в российском журнале когнитивной науки в открытом доступе в рубрике «Дискуссии». Она действительно вызвала очень большой интерес. Было много статей, которые дискутировали с автором. Но самое удивительное, что в этом же году вышла первая экспериментальная статья с таким названием. Это «Breaking News. Думать может быть плохо для ДНК». То есть появились первые экспериментальные данные, которые свидетельствовали о повреждении ДНК. И это действительно утрата информации в чистом виде, если мы говорим о какой-то информации, просто физически. Потому что сколько бы мы энергии не прикладывали, если мы потеряли информацию о том, как сделать правильный белок, мы ничего не починим, ничего не восстановим. Это очень красивый пример, который вообще показывает, что такое информация. Но это открытие было сделано тоже случайно. исходным. Цель этой работы была проверить предположение о том, что у мышей с болезнью Альцгеймера будут наблюдаться повреждения ДНК, когда они будут оказываться в неблагоприятных для этих животных условиях. Новая среда, но известно, что она является проблемой и для людей с этой патологией. Но оказалось, что не только у больных мышей наблюдаются разрывы ДНК, но обычная физиологическая активность у обычных здоровых контрольных мышей приводит к тому, что у них появляется много двуцепочных разрывов ДНК. На этом рисунке справа мы видим, что здесь есть окрашенные ядра с ДНК. ДНК здесь светится, но в отличие от контрольных животных, которые находятся в условиях привычных для себя, здесь появляются еще такие хвосты, кометы, как это называется. Почему они здесь появляются? Потому что здесь все группы помещаются в условиях электрического поля. То есть это, по сути, такой электрофорез. И поэтому эти хвосты свидетельствуют о фрагментации ДНК. То есть в зависимости от того, какая у молекулы масса, они будут распределяться в этом поле по-разному. И, соответственно, если ДНК фрагментирована, мы видим хвост. И чем сильнее она фрагментирована, тем длиннее будет хвост. И, собственно, именно вот и в длине хвоста тоже оценивались здесь различия. И подсчитывался процент ядер, в которых вообще наблюдалась такая картинка. А серединная картинка промежуточная, она о чем говорит тут? А серединная картинка, это как раз мышь, вот APP, это мыши с болезнью Альцгеймера. И здесь они находятся в домашних условиях, в таких же условиях, как вот дикий тип. Как были, да. Да. То есть для них ничего нового. Для них ничего нового, но тем не менее мы у них тоже видим уже в контрольных условиях. Но это уже как бы болезненная такая фрагментированная. Да, у них фрагментированная ДНК, и это отражает, собственно, вот это то, ради чего была сделана эта работа, а вот это было новое. Причем вот эту фрагментацию нашли в самых разных отделах мозга. У контрольных животных. Была хорошая новость, которая заключалась в том, что через сутки контроль и ДНК репарировалась. У животных с болезнью Альцгеймера нет, у них по-прежнему оставались отличия. Но при этом мы прекрасно понимаем, что репарация никогда не бывает эффективной на 100%. И если мы сталкиваемся с тем, что у нас происходит фрагментация ДНК, это значит, что постепенно в течение жизни в ДНК будут накапливаться ошибки, и репарации не всегда происходят на 100%, могут оставаться нейроны, в которых ДНК остается фрагментированная. То есть это был повод действительно задуматься о том, что обычная физиологическая активность может приводить к повреждению ДНК в нейронах. Эта же группа автора затем показала, что достаточно простой стимуляции. Например, можно закрыть один глаз, а второй глаз стимулировать таким паттерном полосатым, а затем посмотреть в зрительной коре слева и справа, где у нас будут накапливаться двуцепочные разрывы. Мы видим соответствующую картинку, что с той стороны, с которой стимулировали, соответствующие области будут накапливаться эти разрывы. То же самое было сделано с астриатомом. Очевидно достаточно, что следующий шаг, а именно проверить, а не связана ли просто сама по себе нейрональная активность с накоплением разрывов, был сделан довольно быстро. И вышла статья в одном из лучших журналов, которая показывала, что действительно нейрональная активность связана, она стимулирует образование двуцепочных разрывов. И кроме того, как раз в ответ на эти разрывы происходит активация генов раннего ответа, вот эти медиат или джинс. Почему это интересно? Потому что еще до того, как появились оптогенетические методы регистрации активности нейронов, нейробиологи часто использовали именно экспрессию ранних генов, для того, чтобы маркировать те области в мозге, которые были активны. И вот эта работа показала, что на самом деле между этими двумя событиями, нейрональной активностью и экспрессией ранних генов, вот находится такое малоприятное событие, как двуцепочные разрывы ДНК. Это уже серьезнее. Да. В 21-м году появилась работа, тоже в НЭЙЧе, которая анализировала, в каких именно участках происходит повреждение. Но в данном случае речь идет уже не о двуцепочных разрывах, а об одноцепочных разрывах. То есть это то, что происходит в тех участках ДНК, которые остаются, по крайней мере, на картинке с хвостами кометы, целыми. Тем не менее, вот в этих участках ДНК тоже портятся, как выяснилось. И мы видим здесь вывод, что постметодические нейроны аккумулируют неожиданно большое число одноцепочных разрывов ДНК. И происходит это, к сожалению, в значимых участках генома. Ну, то есть на самом деле довольно ожидаемо. Где тонко, там рвется. То есть это области, опять же, ДНК, деметилирование. И больше всего таких повреждений накапливалось в инхансерных областях, областях многих генов. В областях, которые повышают активность. Да, инхансерных. Для негенетиков поясним. Да, 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 спасибо. Очевидно, что были сделаны и секвенирования отдельно. Было сделано секвенирование отдельных геномов нейронов. В 2016 году появилась первая работа на мышиных нейронах. которая занималась уже анализом непосредственно мутаций, а именно одиночных нуклеотидных замен. И как раз такие мутации, они в ряде случаев и появляются в результате работы ДНК-полимеразы, которая может принимать участие в репарации ДНК. То есть здесь все одно с другим, безусловно, связано. И тоже оказалось, что мутаций в нейронах накапливается много. Каждый нейрон содержит более 120 мутаций. Они уникальны, но это достаточно очевидно, что они будут уникальны, присутствуют в других клетках. И тоже подтвердилось, что характерны они для эволюционно-консервативных областей, которые содержат гены и регуляторные сайты, как мы тоже видели уже на предыдущем слайде. И еще выяснилась одна интересная вещь, что нейроны накапливают мутации больше в тех генах, которые они чаще экспрессируют. В этом смысле они отличаются от целого варианта других клеток, которые, наоборот, умеют защищать. Те гены, которые они чаще экспрессируют. Почему с нейронами это не так? Мы не знаем, на самом деле, работает ли в них эта система просто недостаточно эффективно. Это остается пока непонятным. Проверить предположение о том, что накопление мутаций в нейронах может быть связано со старением и нейродегенеративными болезнями, было достаточно очевидно, что это нужно сделать. Это было сделано. И первая работа появилась в 2018 году в Science, которая показала, что старение нейродегенеративные болезни ассоциированы с увеличением числа мутаций в одиночных нейронах человека. А сейчас эта тема очень горячая, потому что уже к середине лета, 2022 года, было как минимум 4 обзора, 4 больших обзора, которые посвящены проблеме накопления мутаций нейронами мозга и нейродегенеративными заболеваниями. То есть, действительно, мы приходим к выводу, что мозг приобретает новую информацию благодаря эпигенетике, но за это расплачивается генетика. Наконец, в 2019 году вышла работа, которая отвечала на вопрос, насколько все это может быть значимо для организма в целом. И она показала, что продолжительность жизни может регулироваться нейрональным возбуждением. Сначала на людях показали, что есть корреляция между продолжительностью жизнью, причем когнитивно-здоровой жизнью. Брали долгожителей, людей, которые прожили 101 лет без явных признаков каких-то когнитивных расстройств, и людей, которые прожили 71 год. И сделали транскриптомику, и посмотрели, по экспрессии каких генов есть значимые отличия. И появился один ген, который положительно коррелировал с очень высокой степенью корреляции, коэффициент корреляции, который получил название РЕСТ. Одноименный продукт, белок этого гена, является репрессором для целого ряда генов, связанных с нейрональным возбуждением. То есть с этим геном положительная корреляция у долгожителей, а вот с генами нейронального возбуждения это корреляция отрицательная. И если у человека речь шла только о корреляции, то на других объектах, на мыши, и главным образом на таком замечательном, и, наверное, всем уже известном... Модельном организме. Да, модельном организме C-Elegance, аниматода, уже было проверено по всем критериям. И доказано, что действительно нейрональное возбуждение сокращает продолжительность жизни. А если мы будем снижать нейрональное возбуждение, то продолжительность жизни будет у этого организма увеличиваться. Механизмы этого влияния еще предстоит выяснить. Чисто теоретически они могут включать и просто прямой вред накопленных мутаций, и повреждения ДНК, активацию апоптоза. Но в качестве альтернативы может существовать и некоторый косвенный счетчик мутации по аналогии с таломерами. То есть можно предположить, что в нейронах тоже есть какой-то свой независимый счетчик, который будет считать историю возбуждения нейронов. И таким образом оценивать, сколько же там могло накопиться мутаций. И вот это очень интересная проблема, которую можно было бы в будущем пытаться решить и выяснить. И вот до сих пор мы говорили в основном о грустном, но работы на C-Elegance и работы, которые показали, что нейрональное возбуждение приводит к образованию двуцепочных разрывов, они имеют и некоторый, как-то не странно, оптимистичный подтекст. Почему? Потому что они свидетельствуют о том, что проблема накопления постметодических мутаций в нейронах это новая проблема только для нас, для ученых. Для эволюции эта проблема очень старая. И появилась она примерно тогда, когда появились первые нейроны. А это, в свою очередь, значит, что она должна быть так или иначе решена в эволюции и, возможно, решена по-разному в разных таксонах. Это очень важное действительно открытие, важное соображение, потому что оно меняет наши взгляды на целый ряд хорошо известных ранее явлений. И в следующей части мы как раз поговорим только о некоторых эволюционных решениях, которые бы позволили снизить плату за вот эту высокую пластичность нейрона. Ну, очевидная вещь – репарация ДНК. Второй момент – это минимизация синхронности. То есть, если у нас есть некоторые неблагоприятные факторы для ДНК, то было бы разумно их разводить по времени. Чтобы не возникало некое подобие резонанса. Да, чтобы нейрональная активность, которая сопровождается образованием активных форм кислорода, не происходила тогда, когда у нас геном находится в открытом состоянии, когда у нас ДНК обнажена, можно сказать, более уязвима. Третье, о чем мы поговорим, это тоже довольно очевидное решение, что если, поскольку мутация – это процесс стахастический, то очевидным решением будет просто увеличить число копий генома. И мы видим, что разные таксоны делают это по-разному. Что можно увеличить число копий генома в одной клетке, и тогда мы сталкиваемся с явлением нейрональной полиплоидии, когда увеличивается число генома в одной клетке, а можно для каждой такой копии генома создать отдельную клеточку. И таким образом создать некоторый пул взаимозаменяемых клеток, которые могут и перераспределять эту нагрузку, и заменять друг друга в случае, если какая-то клетка гибнет. И в конце, если у нас останется время, я расскажу еще об одном совершенно фантастическом открытии, которое было сделано тоже относительно недавно на такой экзотической группе, а именно на головоногих моллюсках, про которые все знают, что они очень умные, вот оказалось, что они еще необыкновенно умны на молекулярном уровне, потому что они изобрели какую-то совершенно фантастическую вещь. Это интересно, у меня кальмары поражают просто, просто поражают. Да, они какие-то удивительные существа. А именно перенос пластичности на другой молекулярный уровень, то есть с уровня ДНК на уровень РНК. А репарация ДНК, я скажу очень коротко, действительно, это тема, которая тоже сейчас, репарация ДНК именно в нейронах, тема актуальная. Я привожу последний обзор, к которому можно прочитать все, что известно на сегодняшний день. Но совершенно очевидно, что из всего, что уже здесь было сказано, что любая поломка в системе репарации ДНК будет очень тревожным сигналом и очень тревожным прогнозом на предмет развития возможных нейродегенеративных заболеваний и патологий. В этом обзоре можно посмотреть все, что на сегодняшний день известно о системах ДНК репарации, двуцепочных разрывах, одноцепочных разрывах, сопоставлении работы этих систем в нейронах и в делящихся клетках, и также о болезнях, к которым приводят нарушения в той или иной системе репарации ДНК. Подробнее я хочу немножко рассказать о работе, которая была сделана на рыбах, которая показала, что сон необходим для репарации ДНК. То, что мы видели, что через 24 часа происходит восстановление структуры ДНК, для того, чтобы это произошло, необходим сон. А как авторы это увидели? Они работали с нейронами, с известной функцией. Нейроны, которые связаны с регуляцией локомоторного поведения. И у этих нейронов есть два состояния, связанные с циклом сон-бодрствования. В дневное время они активны и контролируют локомоторное поведение, а в ночное время электрическая активность с них снижается. А вот что авторы увидели, что начинается какая-то бурная жизнь хромосом. То есть они начинают активно двигаться. Причем настолько, что это можно заметить невооруженным глазом, просто наблюдая за ними бинокуляр. И вот дальше авторы пытались разобраться с тем, что же там такое происходит во время активного движения. Оказалось, что происходит репарация ДНК. Причем в клетках, которые были невозбудимы, не было найдено такой связи между циклом сон-бодрствования и движением хромосом. То есть это оказалась ситуация, характерная для нейронов. Ну и дальше они показали, что действительно, если мы будем вызывать повреждения ДНК искусственно, есть фармакологические агенты, которые можно вводить, то это будет увеличивать и продолжительность сна. Вот здесь на графике это показано. И продолжительность сна, и увеличивать динамику хромосомы. И из-за этого действительно очень важный вывод. Не надо будить тех, кто долго спит. Потому что продолжительность сна, как мы видим, может регулироваться накоплением повреждений ДНК, связанной с интенсивностью работы системы репарации и так далее. Это очень важный момент для когнитивного здоровья и здоровья вообще. Ну и вот уже в 2021 году та же группа авторов показала, что полимераза ПАРП-1, которая является инициатором процессов репарации, она же активирует сон и повышает динамику хромосом нейронов. Уже эти работы позволяют нам перейти к следующему возможному защитному механизму, а именно снижению синхронности нейронального возбуждения и открытых состояний хроматина. В предыдущей работе мы видели, что действительно все манипуляции, связанные с хромосомами и с их репарацией, они происходили в то время, когда нейроны молчали. И, в общем, наверное, понятно почему. Потому что в другое время этим заниматься небезопасно. И вот здесь мне хочется показать работы очень старые, но вот если бы этих работ не было, их бы стоило повторить им сейчас для того, чтобы проверить это предположение, а есть ли действительно эта связь. Что здесь было показано? Здесь смотрели зависимость синтеза матричной РНК в ядре, использовали меченый уредин и электронно-микроскопические методы для того, чтобы посмотреть, как это связано с электрической активностью в клетке. Обнаружили, что во время стимуляции, это работа, которую выполнены были в Советском Союзе в 1966 году, во время электрической стимуляции синтез матричной РНК в ядре снижается, а вот затем идет такая бурная отдача. Ну и вот здесь показано, на самом деле, примерно все то же самое. Вот здесь в зависимости от числа спайков, здесь уже в зависимости от времени красной линии показан базальный уровень, то есть все ниже. И еще одна интересная вещь была обнаружена в этой же работе, то, что в глиальной клетке сателлите, которая непосредственно примыкает к этому нейрону, все ровно наоборот. То есть там происходит такое компенсаторное повышение синтеза РНК. И, кстати, это очень тоже интересное и актуальное наблюдение. Почему? Потому что мы знаем, что глия как раз является источником опухоли. И мы не знаем, насколько, пока это остается малоизученным, насколько при нейрональной активности может страдать глия. То есть вот это все работа очень свежая. Вот этот результат, он показывает, что на самом деле глия может оказаться уязвимой в ситуации, когда нейрон очень активен. Потому что в отличие от нейрона, здесь по-прежнему активен синтез, очевидно, деметилированная ДНК и так далее. То есть вот такие совершенно удивительные вещи можно иногда находить в очень старых работах. Увеличение копии генома. И вот действительно можно решить эту задачку по-разному. Можно пойти путем, который выбрали, например, брюхоногие моллюски, и создать много копий в одной клетке. Это имеет плюсы, некоторая экономия, но это имеет и минусы. Почему? Потому что такая система будет работать эффективно до тех пор, пока, скажем, повреждение какого-то гена не приводит к синтезу какого-нибудь токсичного продукта, например. Да, одно дело, когда просто ген ломается, не работает, а другое дело, когда вдруг что-то такое... Плохой фактор. Да. А второй минус – это то, что если такой нейрон гибнет, то, в общем, его трудно чем-то заменить. То есть это приводит к существенной дисфункции. А позвоночные выбрали другой путь. Вот здесь размер мозга позвоночных в их эволюции показан в соответствии с числом нейронов, которые вот у них у всех были пересчитаны нейроны. Это не такая, на самом деле, старая работа. Это в 2009 году, по-моему, это было все сделано. И человек здесь является безусловным рекордсменом. То есть можно увеличивать число нейронов. И в этой ситуации, во-первых, можно и перераспределять эту нагрузку, и жертвовать нейронами. То есть это такие альтруистичные нейроны. И мы знаем, что действительно, скажем, при развитии болезни Паркинсона человек может терять огромное количество фаминовых клеток, в некоторых случаях до 70%. И при этом не испытывать никаких трудностей. До поры до времени. Да, вот там такой порог совершенно удивительный. В одной области это 70%, в другой 30%. Это все равно очень много. Значит, несколько слов о полиплоиде. В общем, пока это была догадка, что, возможно, полиплоидные нейроны — это защита от накопления мутации, что защитный механизм. Но в 2021 году это уже вышел обзор, который посвящен полиплоидии в нервной системе от моллюска до человека. Действительно, как я уже сказала, гастроподы здесь абсолютно рекордсмены. Один нейрон может содержать до 600 тысяч копий генома. И при этом нейрон это действительно гигантский. Он по размеру, например, соответствует размеру целого мозга насекомого. А вот доказательства того, что действительно полиплоидия может быть защитным механизмом в ответ на повреждение ДНК, оказались работы на дрозофиле. У дрозофилы большая часть нейронов диплоидна, но от 10 до 15 процентов содержат большее число копий, большее, 4 и больше. Что показали? Обнаружили, что больше всего таких полиплоидных нейронов обнаруживается в оптических долях дрозофила. Это вот такие большие области, которые связаны с анализом зрительной информации. При этом в этих же областях накапливается больше всего повреждения ДНК. Если мы будем искусственно использовать ту же фармакологию, вызывать двуцепочные разрывы в ДНК, то это приводит к тому, что действительно увеличивается число полиплоидных клеток. И при этом именно полиплоидные нейроны оказываются защищенными. То есть они выживают. Если вот эта схема, она как раз, собственно, хорошо иллюстрирует основные результаты этой работы, что оксидативный стресс приводит к повреждению ДНК, часть клеток уходит на полиплоидию. И при этом полиплоидия их защищает от клеточной гибели. А те, которые не перешли полиплоидию, они могут гибнуть. Соответственно, это меняет наш взгляд и на известное явление полиплоидии в связи с болезнью Альцгеймера у человека. Потому что действительно было показано, что при болезни Альцгеймера увеличивается число полиплоидных клеток. И какое-то время даже рассматривали вот эту полиплоидию как возможную причину развития этой болезни. Но, в общем, сейчас мы понимаем, что, скорее всего, это не причина. Скорее всего, это защитная реакция на повреждение ДНК. Теперь еще раз вернемся к позвоночным, чтобы понять, что же они действительно изобрели. Увеличивая числа нейронов, создавая удивительную избыточность. То есть основная идея теперь заключается в том, что основным выигрышем от увеличения числа нейронов было не столько когнитивный потенциал, сколько защита. Скорее всего, вот это увеличение числа нейронов в исходной эволюции появилось именно как защитный механизм. А уже затем… А вы привыкли думать, что чем больше нейронов, тем лучше думается. Да. Да. Но с другой стороны, вот это явление, оно стало как бы при адаптации для того, чтобы его использовать и для развития когнитивных функций. Это очень интересный момент. Да, это очень интересный момент. Потому что действительно, когда у вас есть такая фантастическая избыточность, которая как бы служит подушкой безопасности, но в условиях, когда требуется большая когнитивная нагрузка, когда необходимо для выживания решать какие-то новые совершенно задачи, можно как бы залезть в этот запас избыточности, использовать это большое число нейронов для того, чтобы, скажем, из одного ансамбля нейронов создать два, три, четыре. То есть научиться различать оттенки, создать более сложную когнитивную структуру. Кстати, вот такой взгляд, он объясняет некоторые парадоксы, которые известны, например, в эволюции мозга человека. Потому что мы знаем, что есть этап в эволюции, когда мозг растет быстро, а орудия труда остаются неизменными на протяжении еще миллионов лет. Вот Александр Марков, он очень часто приводит этот пример и говорит, что непонятно, что же здесь такое произошло, потому что вообще увеличение мозга это очень дорого для организма. Мозг вообще... И энергетически дорого. Да, да, да. А в чем же тогда был выигрыш, если мы не видим никаких признаков активации когнитивных функций? Вот скорее всего, это эволюционное развитие, оно как раз отражает, может отражать вот такую схему, что действительно исходно это была реализация некоторого защитного механизма, создавался запас, который потом в какой-то момент действительно мозг научился использовать и для когнитивного прорыва. Ну и под конец вот те самые головоногие моллюски. Что же они такое изобрели? Перенос пластичности на уровень РНК. Казалось, что эти животные, в отличие от всех остальных, кого мы знаем на сегодняшний день, очень интенсивно перекодируют или редактируют РНК, транскрипты. Именно РНК. Уже после того, как она считалась информация с геной. Причем сайты, по которым может РНК редактироваться, они генетически предопределены. То есть это да. И в отличие от других видов редактируются у них главным образом гены, которые как раз консервативны и существенны для работы, для функционирования. В нервной системе практически все транскрипты редактируются или рекодируются. Они используют больше это слово чаще. Если мы сравним с тем, что происходит у человека, например, то мы видим, что различия на порядке. Столько у головоногих сайтов редактируется, у человека намного меньше. И у человека до сих пор это в основном не адаптивное явление. И в основном это гены, которые не несут какую-то существенную функцию. У головоногих ровно наоборот. Но почему мы говорим о том, что это именно перенос? Что это не просто, но редактирует РНК. Ну ладно. Мы действительно обнаруживаем, что это редактирование ДНК приводит к тому, что оказывается в этих областях защищенная ДНК. Вот смотрите, что здесь показано. Вот здесь ноль. Это как раз сайт, по которому будет редактироваться матричная РНК. А вот это количество мутаций, которые мы увидим в ДНК. И мы видим, что напротив сайта, по которому редактируется РНК, здесь действительно есть такой выраженный провал. А вот так было бы, если бы РНК не редактировалось. И по оценке авторов, вот такое РНК-редактирование приводит к тому, что 23-41% генома оказывается стабилизированным, оказывается ригидным. То есть это очень существенная фракция. То есть это действительно некоторый перенос пластичности. И защита генома. И всегда биологи считали, что замедление эволюции – это не очень благоприятное явление. Что это всегда плохо. Но в данной ситуации мы сталкиваемся с чем-то явно другим. То есть тоже защита какая-то. Да, это тоже защита. Но здесь просто получается, что за эту защиту мы не расплачиваемся пластичностью в целом. Здесь просто пластичность ушла как бы на другой уровень. За счет этого защищается ДНК. И мы знаем, что действительно головоногие фантастически умные. Что каракатица может решить тест, который разрабатывался для человеческого ребенка. То есть оказывается, что два таких разных решения этого компромисса пластичность-мотогенеза, или два разных защитных механизма, а именно у позвоночных увеличения числа нейронов и у головоногих моллюсков, которые научились переносить каким-то образом пластичность уровня ДНК на уровень РНК, могли одновременно оказаться и при адаптации к развитию когнитивных функций. И если у человека, у позвоночных, мы еще более-менее себя представляем, как это происходит, то вот головоногие для нас остается, конечно, еще загадкой. Загадка чрезвычайно интересная для последующего изучения. И в заключение я хочу сказать еще вот что. Что вот сейчас в зоологии известно 36 типов многоклеточных животных. А нервные системы и механизмы решения вот этого компромисса пластичных-мотогенез относительно хорошо исследованы только у пяти. И вот сколько уже всего мы видим интересного и полезного в плане перспектив для разработки методов и лечения патологии. То есть не только человека имеет смысл изучать. Да, совершенно верно. То есть у сравнительной эволюционной нейробиологии совершенно фантастические перспективы, в том числе и в прикладном смысле. В прикладном смысле тоже. Спасибо большое. В рубрике «Постскриптум» я хотела немножечко отойти от темы только что раскрытой вами, а может быть и не отойти. Я, изучая ваши публикации, по крайней мере название сферы ваших научных интересов, я обнаружила у вас относительно недавнюю статью с зарубежными соавторами. Она посвящена условно-рефлекторному отвращению к пище у улиток. Да, это так. Это меня заинтриговало. Ну, во-первых, условно-рефлекторное отвращение к пище на волне ковида сейчас, я думаю, многих заинтересует. Ты же много тогда говорила, люди между собой обсуждали, делились своими впечатлениями. А что было противно тебе? А что было противно тебе? Вот как улитки могут ненавидеть тот или иной вкус? Вот что это за работа вообще? Расскажите об этом направлении. Вы знаете, вообще это может быть удивительным, но действительно, это модель, которую изучают на разных беспозвоночных, не только на улитках. На мухах тоже очень много. Вот работает это очень просто. Если за какую-то еду животное наказывать чем-то, это может быть и электрический стимул, или, например, какой-то очень неприятный, горький вкус, например, калий-хлор, то затем животное перестаёт любить то, что оно любило раньше. И учатся животные вот такой аверзии, какие-то лучше, какие-то хуже. Как наказывают улиток? В зависимости от условий. Вот я сказала, что, например, электрическая стимуляция малоприятная. То есть этого достаточно? Да, достаточно. Но даже более щадящее наказание – это просто неприятный, горький вкус, который идёт следом за чем-то любимым. Да, следом за чем-то любимым. Вот так это вырабатывается. И, собственно, эту модель использовали как одну из моделей обучения, для того, чтобы посмотреть, как это связано с поведенческим состоянием, каким образом поведенческое состояние будет влиять на выработку аверзии. Потому что действительно она вырабатывает совершенно по-разному, в зависимости от того, что у меня животное голодное, очень голодное, сытое, свеже накормленное. Она совершенно по-разному вырабатывается. И показано, что инсулин принимает участие. Вот тоже такой важный момент. Ну вот что у человека при ковиде, по-моему, до сих пор не разобрались, насколько мне известно. Я пыталась это выяснить. Какие-то такие процессы пока что скрытые. Да. И очевидно многофакторные. Да, то есть можно ожидать, что действительно есть какое-то отрицательное, сильное подкрепление, которое мы не очень пока понимаем. Ну, не знаем, какое. Да, не знаем, какое. Совершенно новая тема, абсолютно право. Она появилась в связи с эпидемией. И тоже достаточно неожиданно даже для специалистов. Спасибо большое, Варвара Евгеньевна, успехов в ваших исследованиях. Спасибо.